Василий Степанович, 8 лет каналу «Броногринник. Путь здоровья». Вы являетесь его идейным вдохновителем, организатором. Расскажите, пожалуйста, как это всё случилось? Ну, я думаю, что как бы так обычно всё начиналось. И не 8 лет назад, когда канал образовался. Это уже практически 30 лет. То, чем я занимаюсь, и заниматься стал для себя. И долгое время это происходило. Ну, как долгое время? Года 3, скажем так. А потом это как-то естественным образом перетекло то, что стали интересоваться и другие люди, родные, близкие. И за этим стояло только одно в самом начале. Это желание выздороветь самому себе. А потом эти как бы такие возможности, которые открываются при таких занятиях, они поспособствовали выздоровлению очень большого количества людей. Но речь, как я понимаю, сейчас не об этом. Я хочу сказать, что я хоть и технический человек, но произошло столько выздоровлений на пути, значит, через эти занятия, что мне было предложено защитить диссертацию на этих выздоровлениях. И она достаточно успешно лет через 6 моих занятий собою осуществилась. В принципе, это все было серьезно и красиво. И это как бы дало мне внутреннее такое право говорить об этом. Потому что это действительность, это реальность абсолютно. Что люди, которые занимаются, которые получают эти знания, и вот мы называли это дело учения Бруна Гренинга, они, значит, действительно реально выздоравливали, что подтверждало, было подтверждено медицинским образом. Это было самое такое ценное. Но 8 лет назад создание канала Бруна Гренинг «Путь к здоровью». Значит, это было вызвано событиями уже более мощными, сильными, чем просто, ну, как бы выздороветь. Это ситуация, которая охватила практически весь мир. Это события на Украине, события на Донбассе. И уже понимание того, что эти знания дают, они как бы выходят за пределы здоровья физического, они дают возможность устойчивости человека в социальной среде, устойчивости человека по жизни вот здесь вот земной, вот на это дело отражается очень замечательным образом. То есть за все это время, вот я практически 30 лет занимаюсь, я увидел, что человек, который воспринимает эти силы, мы их называем жизненными силами, вот, он достаточно устойчив от того, что предлагает существующий социум. Вот. Он делает устойчивым человека к тем так называемым религии, в религии смертным грехам, вот. То есть мы понимаем, что надо любить ближнего, умом понимаем, мы понимаем, что не надо там гневаться, осуждать и так далее. Все это, в принципе, ведет к разрушению человеческого существа, вот, и на физическом плане. Но мы понимаем, но устоять или подняться над этим, для этого нужны силы. И вот здесь это существует. Вот. Поэтому, когда начались эти события, и люди не то, что уже даже не слышали в себе, там, любовь к ближнему, прощение и так далее, да, то, что обязательно ведет к разрушению человека, к физическому разрушению человека, вот, то во мне и в моих друзьях, которые тоже получили выздоровление, которые тоже понимали и чувствовали эту силу, и получали, научились получать ее, вот. Возникло, ну, желание очень большое, что, и понимание того, что пришло время, наступило время, то, которое, в котором люди обязаны иметь эти знания. Потому что эти знания, они не для одного человека. Эти знания, они для всех людей. Потому что в них сосредоточена технология миропостроения, технология обустройства жизни нашей. То есть мы без этих знаний упускаем очень-очень важное, что делает нас бедными. И мы не можем относиться к людям, другим, чужим, как действительно к ближнему, как действительно к брату своему. Вот. И та заповедь, которую так любят люди говорить, там, возлюбив ближнего больше, чем самого себя, она просто для людей стала невозможной. И вы только все, вот, ну, представьте о том, что если человек любит другого, там, не скажем, ни сына, ни дочь, потому что, или там жену, потому что это свое, а других людей, чужих людей, он любит так, как себя хотя бы, а может быть, даже больше, чем самого себя, разве он будет ему завидовать, разве он будет его ненавидеть, да, там, или жадничать, или он, наоборот, он все отдаст этому человеку и будет радоваться за то, что у того все в порядке. Вот поэтому наш канал был создан для того, чтобы люди получили возможность, возможность знать, знать то, что делает их сильными, и делает их на самом деле людьми. И в этом случае человек, конечно, все, что создано Творцом, будет любить. Просто-напросто. Потому что человек, он тоже создан Творцом. И поэтому он будет беречь все, что это создано Творцом. И воздух, и воду, и землю, и почву, и самую высшую ценность на земле, которой является человек, конечно, он будет любить. Вот. Поэтому мы создали этот канал. Поэтому здесь движим, мы движим только желанием, одним желанием. Это искренне, это очень честно. Чтобы человек получил те знания, которые ему дадут возможность устоять в сегодняшней жизни, в сегодняшней ситуации, для того, чтобы он имел возможность жить дальше и продолжать это. Для своих детей, там, родных, близких. Вот поэтому. Вы говорите, что пришло время, когда этими знаниями должен обладать каждый человек. Почему? Что я имею в виду, да, говоря это? Ну, начнем с того, значит, действительно, в свое время Бруно Грёнинг сказал, я живу, чтобы человечество могло жить дальше. Он говорил так же, что вот то, чем люди бы обладали, то, что он принес, да, вот, и умели использовать это, это только 5% то, что дает возможность физически быть здоровым. А все остальное гораздо больше. Ну, нужно, потребовалось мне приличного времени, чтобы я понял, что это действительно так. И это вот показывает, особенно сейчас, это время, что-то гораздо-гораздо больше. Человечество стоит, ну, просто у Рубикона какого-то, значит, и действительно, тут все вообще, так говоря, мы все живущие сегодня на земном шаре, все человечество, везунчики. Потому что мы живем во времена перемен. Эти перемены обусловлены нашей жизнью, и мы участвуем в этих переменах. А они очень важны. Надо понимать одно, и все это видят. Та жизнь, которая была, ее больше не будет. Жизнь будет другая. Цепляться за прошлую жизнь нельзя. Мы как переходим в другой класс, если так вот, можно было бы сказать. Новая эпоха, эпоха Водолея, где совершенно другие качества, и другие энергии, и так далее. Человек должен быть готов к этому. Поэтому еще в 50-х годах Бруно говорил, ваша задача сейчас получать, получать, получать эту жизненную силу, эту любовь. Вы должны измениться. Потому что нагрузки будут совершенно иные. И мы их видим. Люди не выдерживают нагрузок, которые существуют. К сожалению, бросились все в основном за земными благами. во главе угла стоит какое-то экономическое благополучие, финансовое благополучие и так далее. И все забывают о вещах совершенно простых. Что люди, то, что говорилось и две тысячи лет назад, и всеми, кто приходил такими высокими явлениями сюда на землю, что люди обладают не тем, что берут, а тем, что дают. они от этого становятся больше и так далее. И вот сейчас мы стали перед очень большим вопросом на самом деле. Вот. Кто сможет пройти в этот новый класс, в новую жизнь? Вот. И, безусловно, войдут не те, кто обладают большими материальными возможностями, а те, кто обладают высокой чистотой души. Вот. И это не громкие слова, это на самом деле так. Ведь отсюда исходит все, и физическое здоровье, и все. Это вложено все вот в эти знания, которые нам принес, оставил, и дает возможность, чтобы мы, пользуясь ими, были чисты. Вот. А отсюда, соответственно, и наши устремления и прочее, они выражаются через любовь, через терпимость, через и физическое здоровье, соответственно. Вот. Поэтому этими знаниями должны обладать все люди, для того, чтобы иметь право на жизнь дальше. Многие говорят, что вот конец света. Но что под этим подразумевается? Свет – это наша жизнь. Это чистота в каждом из нас. И люди, которые озлоблены в ненависти, в алчности, ну и так далее, да, они не обладают, они теряют этот свет. Вот. И теряют не потому, что они какие-то плохие, а потому, что падать всегда легче, чем подыматься. Нужны силы, для того, чтобы подняться над этим. Поэтому этими знаниями должны обладать люди для того, чтобы выдержать все нагрузки, которые существуют сегодня, и задачи свои, соответственно, выполнить. Для этого канал, для этого желание моё и моих друзей, чтобы как можно больше людей обладали этими знаниями и сохранили себя для вот этого переходного периода, для новой жизни. Много духовных учений и учителей в современном мире, указывающих человеку путь. Но почему именно те знания и то учение, которое принёс Бруно Гренинг? Ну, скажем так, это действительно так. Много направлений, люди прекрасно в принципе понимают умом, что нельзя лгать, нельзя завидовать, нельзя обижаться, нельзя гневаться, ненавидеть, надо прощать, надо любить, надо быть терпимым, ну и так далее. Всё это прекрасно известно на слуху и иногда многие даже бравируют этими вещами, но вот как это делать? Как действительно быть над этим? А вот здесь мало тех технологий, тех методик, чтобы вот это произошло действительно. Я думаю, что Бруно, когда прозвучал в 1949 году и десятки тысяч исцелений сразу в одно ну там вот ночь великих исцелений в Германии в Траберхофе, где было 30 тысяч человек и практически более 30 тысяч человек получили выздоровление. Ну за год более 100 тысяч человек получили исцеление. Бруно не был устремлён к тому, чтобы быть целителем, чтобы люди вешались на него и получали выздоровление. Он говорит, ну этого не нужно мне и последователей не нужно. Не нужно, чтобы вешались на манья. У человека есть всё для того, чтобы он был здоровый, счастливый и так далее. Он должен только уметь принимать это и правильно использовать это. И он должен, конечно, меняться. Почему именно эти знания, а не другие и так далее, я хочу сказать и показать, чтобы люди видели о реальности этого происходящего. То, что люди, получающие эту силу, меняются. И в первую очередь все знаки и признаки даются на его физическом теле. Судите дерево по плодам его. То есть выздоровление, когда было сказано неизлечимо, а человек выздоравливает, подтверждает то выражение, которое он говорил Бруно. Не всё можно объяснить умом, но нет ничего невозможного. он разграничив это всё и дал не только возможность получения силы, но и возможность того, чтобы человек действительно при его состоянии мог эту богосвязанность получить. Вот о чём речь. То есть на сегодняшний момент, как я вижу, Бруно является с его приходом перед новой эпохой некоторым тем явлением, который должен был бы рассказать, каким образом людям надо поступать, чтобы они могли жить, пройти этот переходной период, войти в новую эпоху и соответственно реализовывать себя, свои задачи и так далее. В его учении это всё есть, причём по сути методически изложенное им, каким образом человек должен себя вести. Зависит в данном случае только от самого человека. Не какую-то церковь, не какую-то религию или что-то ещё, какой-то круг, чего-то он не хотел создавать. Он хотел, чтобы люди обладали этими знаниями, могли пользоваться ими и вернуть себя в то пространство, где действительно является гармонией и божественным порядком. То есть человек заслуживает, он поэтому и пришёл хорошую, правильную жизнь здесь, но жизнь не потребителя, а жизнь творца. И вот это даётся всё в этих знаниях. Я могу говорить не голословно об этом, потому что я пережил изменения на себе, то есть и выздоровления, и изменения на своих родных, близких, на своих друзьях. Это был большой опыт на самом деле. Ну и по сути во всём мире занимаются люди и не играет роли ни национальность, ни вероисповедания. Никто ниоткуда не уходит. Ты христианин, ходишь в эту церковь и так далее. Ура! Но ты должен быть там верующим человеком на самом деле, то есть богосвязанным. И вот это необходимость, которые должны обладать люди и передавать её дальше своим детям и так далее. Поэтому, что здесь существует самая настоящая реальная технология восприятия этих сил, которые помогают человеку не только себя содержать в здоровье, физическом здоровье, но и то замечательное равновесие в духе, скажем, душевном равновесии, которое позволяет действительно строить жизнь здесь красивую, хорошую, вокруг себя, естественно. Вот поэтому эти знания. Василий Степанович, вы говорите о методике, которую оставил Бруно Гриннинг, но если наши зрители канала захотят с этой методикой познакомиться, как они могут это сделать? Я знаю, что существует сайт. Существует у нас сайт, существуют, как сейчас говорится, онлайн-семинары, и международные в том числе, и мы дружим с людьми с разных стран, и объединяемся в настройках общих, и даже когда кому-то нужна помощь, то определенный круг друзей, соответственно, также способствует перестановке состояния в человеке, физическом состоянии человека, это реально абсолютно. Поэтому эту методику мы будем очень рады давать всем людям, чтобы они могли пользоваться свое благо, вот, и также особенно в это время, которое, ну, очень важное для всех нас, оно очень важное, потому что сейчас строится новая жизнь, и, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше людей и в нашем народе, соответственно, и в России, матушке нашей, обладали этими знаниями, вот, и занимались своими интересами, своими делами, но могли пользоваться для того, чтобы быть здоровыми, и, соответственно, нести оптимизм и доброту в мир, вот, это да, у нас есть и методика напечатанная, мы также ее распространяем, то есть, в виде книги, небольшой брошюры, мост в новые времена, вот, там есть на все случаи жизни, то есть, человек может руководствоваться этим, ну, и общаемся мы, открыты к общению, так и положено, чтобы люди не замыкались в себе, в собственном теле, а были открыты жизни, миру, и так далее, потому что абсолютно в каждом из нас есть друг для друга, что дать, от этого мы становимся только богаче, конечно. Спасибо. Рад очень вам.